Неприятности снова обрушились на жителей многоквартирного дома на улице Шаляпина, который страдает от капремонта. Напомню, осенью рабочие, получив деньги от подрядчика на капремонт, сбежали, бросив работу на самом начальном этапе. В результате квартира людей затопила. Подрядчик теперь нашел новых рабочих, однако и новые рабочие оказались со странностями. Танцуют на крыше вместо работы и сбрасывают мешки с мусором, абсолютно не заботясь о безопасности тех, кто внизу. Они еще нам танцуют. Как вы не ходили, это как там, говорит, снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Урод моральный, как? Люди убираются, ходят все эти палисадники, цветы сажают, а они мусор скидывают туда. Уже несколько раз видел, люди проходили, предупреждали их, что так делать нельзя. Они, ну, короче, там делали свое дело, внимание на что не обращали и посылали, как говорится, того, чтобы не мешали. В общем-то, вот так вот. Там никакой, во-первых, ни техники безопасности не соблюдается, ничего совершенно. На любого человека упадет что-то оттуда, с такой высоты, вы представляете, ну, может кончиться очень плачевно. Это халатность вообще начальству, скорее всего. Они должны следить в первую очередь, как мусор должен убираться. Как бы, в принципе, претендентов таких не было, наверное, это первый претендент за все время, когда вот у нас такое действие произошло. Я не могу предположить, зачем они это делали и для чего они это делали. Ведь, в большом счете, есть спецтехника, да, которая у нас этот мусор снимает, есть у нас контейнеры, места, под которые, как бы, оговорены и согласованы с администрацией. Вот, то есть, да, и почему они совершали данное действие, наверное, я не могу вам ответить на этот вопрос. И отдавали они себе ли в этом отчет, я думаю, что, наверное, в данном случае не отдавали, раз они так поступили. Но, в любом случае, с этим людьми мы разберемся, обязательно они, как бы, получат там, так скажем, по заслугам. Кстати, руководитель подрядной организации сообщил, что речь идет не просто о выговоре, а об увольнении.